Сегодня 5 самых интересных, на мой взгляд, эко-новостей. К 2025 году Китай сможет вызывать искусственный дождь и снег на большей части своей территории. Правительство Китая объявило о 56% территории. Посев облаков будет использоваться для создания благоприятных климатических условий и повышения урожайности даже применяющимся к климате. Посев облаков заключается в распылении химических средств, таких как жидкий азот и йодит серебра, в облака. С декабря на американской бирже начали торговать фьючерсами на воду. С помощью таких контрактов компании смогут обезопасить себя от риска роста цен на воду. С 5 декабря жители Киева могут принести и сдать на утилизацию свою устаревшую технику. Центр управления отходами в тестовом режиме в течение месяца будет принимать отходы в разных популярных локациях в Киеве. Мобильные точки приема будут работать по субботам. В Великобритании набирают популярность зеленые салоны красоты. Они используют биоразлагаемые полотенца вместо хлопковых, используют специальные лейки для того, чтобы экономить воду и также они минимизируют потребление электричества. Произведенные человеком вещи в этом году превысят биомассу планет. Совокупный вес всего живого на планете около 1 тератонны. Антропогенная масса, которая удваивалась каждые 20 лет, в этом году скорее всего превысит это значение. Если вам интересны эко-новости, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там вы сможете читать самые свежие и главные эко-новости каждый день. Спасибо вам за просмотр. Пока!